а напишем его прямо формирование засечек как вы видите прям совершенные, да, вот по своему характеру, по пропорциям, по властике. Все это, как и дома. Вверх, все это письма. Письма, коренировавшись, сложившись за... Вот эту вот картинку я вам покажу, как бы, как бы, вы знаете, наверное, что письмо прошло большой, долгий, трудный путь формирования, да. Прошло несколько этапов от пиктографии, то есть от самих наскальных картин, картинных таких видов письма, да, через иероглипы, через экипет, через смиритель, веков, да. То есть происходило постепенное формирование буквенного знака, да, от картинки, от символа, от образа, конкретному знаку с значением, насколько будет конкретного звенка. Период такой длинный, мы его сейчас, естественно, смотреть здесь не будем, просто, опять же, вообще почитать, познакомиться с этим нужно, потому что это интересно, действительно, как преобразовывалась картинка в конкретную букву, да, и почему она вот в букву такой формы. Она, оказывается, хранит в себе вот следы изначального какого-то изображения. Не знаю, алик бык. А? Алик бык, да. Ну, знаю, не прошло бы. Просто я к тому, что это действительно очень интересно, у меня все время фару открытия было, когда я знала, что это действительно форма головы быка перевернутся, и, собственно, название. Алик, да. Это очень здорово ответить. Не задумываемся, да, часто, откуда там берется тот или иной знак, почему он такой вообще по форме, почему там такой как раз в любом определенном, да, из тела там, да, в лангрове, в любом этом можно перейти к беглой скорпице книжной, это тоже, ну, нужны определенные тефакторы, которые это способствуют. Здесь мы вот видим как раз изменения в течение веков, да, вот в Зарьковской, в Зарьковской, в Зарьковской, в Зарьковской, да, в Зарьковской, да, и вот с изначально, с каких-то сериалов, большой-большой путь. Очень разнообразные, с одной стороны, да, буквы в разные формы. Мы весь этот путь, конечно, смотреть сейчас не будем, но есть определенный базовый курс, который рассматривает когда-то более точно. Собственно, мы тоже там от Греков начинаем, но можно как бы захватить кусочек, это более раннее было. Посмотрите, перерисовали, перерисовали. И, конечно, каждому там хотелось что-то отщипнуть, отколоть, но вот в итоге ее пришлось все-таки как-то ограничить. Чего там взял, не останется ничего. Прямо надписи такие, по метро. Здесь был Вася по-помпейски, скажем так. Граффити, те же самые, какие-то заметки, это реклама, это детация, это все, там, бытовые какие-то заметки, там, кто-то пошел в ухо, а вот это, там, ну, ну, грубо говоря, да, это вот, переводя, вот, шуточные какие-то можно, знаете, кстати, поискать, для найти, там, вот эти граффити, они очень интересные, забавные. Металлическая такая вот палочка, которая остренькая с одной стороны и стиражка с двух сторон. Ну, мы списали острым, потому что здесь же видно, что здесь есть. Да, да, здесь есть, но вот на надписье прибежать, есть разная толщина, не острый, а острый. Ну, на самом деле, острый, он писал, удобнее. Вот, вы попробуете сами? То есть, это те же самые пропорции римского металлического письма, это без осечки. Такая базовая форма. Почему как это сделать, скорее всего? Почему так, как это сделать? А, да, она тупи, скринетически, то попадала, когда он такой обратно обращался, она вот именно, у нас штрихи широкие, даже если мы соблюдаем угол 30 градусов, штрихи, идущий сверху вниз, он вот такой-то, и, да, штрих, ведущийся вправо в угол, получается, вот так должен, меньше, да? В вале даже в три раза, практически, меньше. Вот, этот уголок, он такой, ну, на первых парах, наверное, плавный год или исполненный, но привыкнуть ему надо. Просто привыкнуть, адаптироваться, чтобы, опять же, рука и глаз именно к таким соотношениям в прямой уровне, а две ячейки высотой, уголками касаемся линии стрельбов. Соблюдение 30 градусов на ладу смотрим на вот эти диагонали, каждый раз их проезжаем, мы поглядываем, угол не менялся. То есть, если будет меняться ширина штриха, значит, меняется угол на полнотера, как ориентир. Первое держим в руке свободно, не надо на нем давить сильно, не надо очень напрягать руку, легко. Мога слышали, что есть определенный, врачу, кто ли у вас своих руководствует, врачах пальцев до двух сантиметров приблизительно, только пальчики, врачах кисти до пяти сантиметров, в двух сантиметрах удобно, потом будет закругление. Уже удобнее такие циклоидные движения проводить, непрямую. И рычаг локтя, когда пальцы и кисть в одном положении, и мы локтем назад едем. Давайте на весь линиско поведем его. Искольжение руки по столу. Видите, в чем дело? Вот этот девайс, он очень удобен для того, чтобы было искольжение хорошее, чтобы лист не нагревался, не увлажнялся. Особенно, если острым берем пищите, то друзьями очень удобны. А вот здесь давайте посмотрим, вот вы сейчас в процессе написания, что чувствуете? Линия одной ширины получается, если вы просто локтем ведете? Ну что, ничего с ней не происходит? Ширина одинаковая. Хорошо получается? Да, у меня есть. Что вы чувствуете при этом? Вы как рукой сюда-нибудь подворачиваете что-то? Какие-то делаете движения? Если ничего не делать, если просто вести так, как ведется, то со временем у нас будет что-нибудь вот такое. А то и вообще вот такое. Руке удобнее делать вот такое движение. Плюс перспектива, опять же, у нас объезжает. Смотри. Для того, чтобы он ровненький был, мы либо пальчиками, чуть-чуть и кистью подкручиваем вперед, либо локоток вырабатываем. То есть мы как бы возвращаем в то положение, которое у нас было в начале. Руку. Чуть-чуть подворачиваем. Просто вот пока едем, понимаем, что со временем начнет меняться уголовник. И мы чуть-чуть его возвращаем в сходное положение. Едем строго в бок. Строго в бок. Да, смеем вверх. Глаз диагонали. И тонем. А теперь мы вернемся назад. То есть мы проедем вот этой тоненькой линии наверх. Потом вот так вот развернемся. И поедем вниз. И здесь мы развернемся относительно на середине. А вот, да, если мы плечи развиваемся. То есть правая и левая половинка будут одинаковыми. Это все без изменения уголов. Это как раз от любого видка. Характер такой сворот. В любом месте можете начать разворачиваться. Главное развернитесь. На серединке и от серединки. Вы с горы летите. Вы уже летите. У вас уже горка кончилась. А вы еще летите. Да. Хороший, отличный начало. Мы спрепляем в руку. На середине. Да, да, да. Да, да, да. У нас в центре. Вы вниз приехали. Оторвали руку. Вернулись в ту же точку. И поедали. Это пока элемент. Это два дукта. В письме существует такое понятие, как дукт. Это одно движение пера. Здесь мы с вами попробовали, что такое два дукта. И как мы сейчас будем использовать это буква. Самое сложное буква. Попрощий буква. Делали штрих один. Дальше видим вторым. И заканчиваем его на серединке вертикали. На середине штрих один. Каждый штрих не возвращаемся его, не подрисовываем, не подрисываем. Вот это, как я, соответственно, вырисовываю. Рисовать, обрисовывать, залить. Дальше. Сверху едем горизонтально три клетки. И потом ведем его. Сейчас все будет вместе. Мы весь алфавит не будем. Некоторые буквы. Натальше. Да. Все. Натальше. Нельзя быть вкусными. Нельзя выбраться из фазов. Нельзя выбраться из бриллиан. Нельзя. 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 Продолжение следует... Серединка чуть выше центра. Чуть выше. Фактическая середина у нас получается. Вот этот вот. Центр всей буквы будет чуть выше, чем середина ячейки. Вот это пузико будет на середине второй ячейки находиться. И ножка на середине. А верхняя часть будет укладываться в ячейку. Сейчас он здесь начинает. Центр. Пуг земли у нас вот этот, да? Сам штрих пройдет не строго по полу этой серединке, а чуть выше. Самое здесь веселое. Это сделать вот этот вот. Вот этот вот выход. Залезть на эту вторую вертикальную ячейку. Первый раз. Ой, бывает достаточно часто. Сверху, ну, сверху. Сейчас. Да, где-то две трети. Я вообще так себя ловлю иногда, что я такой треть, две трети, половина ячейки. Я ловлю этими соотношениями как-то объясняю. Это бывает понятно, да? Ну, по-моему, да. Мне кажется, что это бывает. Был замер, опять же, в этом направлении не у всех там работает, да? Да, бывает, что там, знаешь, 25 градусов, 30 градусов. По 45, а как это? То есть это прям, ну, бывает сложно. Вот, есть угол, да, половина, 45, да, что там уже. Значит, на нейтронах этих градусов сложно, наверное, сразу бы засчитать. 28 градусов. 28? Ну, да. Ни в чем себе не отказывается, да, Руси? Ну, я не сказала, я просто слушала. Еще, ладно, давай. Еще, вторая ячейка. Надо гн 좋다. Ну, да, ну кау. Ну, так вот. На вон OR. Кау. хорошая серединку делаем перекладываем 30 градусов вторую штрих третий штрих соответственно мы едем до этой ширины и повторяем руководство конечно выходить сверху и снизу это не случайно это не ошибка это как раз вот те самые оптические люди которые в конечных буквах и вокруг они чуть-чуть выходят это сделать таки сверху снизу казаться побольше проехать диагональному вот этим сверху через вторую клеточку здесь а а и а и а а а и 30 0 0 0 0 а Все, теперь попадаем из пункта А в пункт Б, и вторую Возвращаемся в ту скорую и попадаем через вторую Пока ведем ориентировочно глаз сразу, пока едет, смотрит на середину, на переходный пункт, на перевалочный пункт И потом едем вниз уже прямо, то есть здесь проводим прямую линию, если мы попали в середину, значит мы в вторую клетку попадем внизу и идем прямую линию чтобы она не выгибалась Она не выгибалась Ещё раз давайте проникам галочку На самом деле, эти галочки надо зелено провести У нас было начало шприха, вот оно пошло вниз Мы поворачиваем девочку вдоль наклона вот этого шприха И едем вверх, вывезли как раз на этот элемент Сверху и возвращаемся так, чтобы попасть вправо в край вдоль правого шприха Для того, чтобы сделать нижние засечки И здесь мы плавненько выливаемся вот так То есть мы немножко поворачиваем пирог в ноль градусов Кстати, в 30 мы выходим в ноль Потом едем вправо И вправо здесь получается где-то в последнее, наверное, где с половиной перчим поехали И поднимаемся вверх На правом углу пирога Здесь, соответственно, с правой, значит, выходим так же в ноль Возвращаемся налево Возвращаемся налево И с левой стороны у нас как раз вот эта окружность маленькая У нас здесь поможет Не четко по ней, но она вначале поможет Так, это, собственно, у нас и буква L и буква A, если мы сделаем B И еще Еще Вот Верхняя следка Середину Налью Заворачиваем вправо. И вот тут начинаем, уже где-то вторая ячейка снизу, начинаем уже поворачивать немножко и заходим на третья ячейка. Это уже третья ячейка сверху. И вверх начинаем выкручивать в правую сторону. До тех пор, пока не дойдем до 20 градусов. Дальше этими 30 градусами едем без изменений. И так далее. И аккуратненько выливаем все здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот в этом месте может быть... Небольшой убой. Представляете, чтобы я присящу. Правую. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...